Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим о новых законодательных инициативах Верховной Рады. На этой неделе был зарегистрирован очередной языковой законопроект, который подразумевает полное доминирование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Нужен ли сейчас вот такой законопроект нашему обществу? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. С журналистом и политологом Игорем Назаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. С журналистом и общественным деятелем Леонидом Штекелем. Добрый вечер. Добрый вечер. А также с новым лицом Одесского правого сектора, главой областной организации Татьяной Сойкиной. Витаю вас. Доброго вечера. Я призываю наших телезрителей подключаться к нашей дискуссии, задавать вопросы нашим гостям. Для этого вам необходимо позвонить по телефону прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Если вы хотите опосредованно поучаствовать в нашей дискуссии, показать свою позицию, то я призываю вас участвовать в нашем интерактиве. Сегодня мы спрашиваем у наших телезрителей, нужны ли новые языковые законы, которые, собственно, предлагает Верховная Рада, в частности, вот законопроект, о котором мы будем сегодня говорить. Если считаете, что такие инициативы нужны, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что не нужны, 784 80 82. Леонид Исакович, наверное, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете вот тот законопроект, который был зарегистрирован, нужен ли он сейчас нашему обществу? Ну, я сам законопроект не читал, я читал те, которые были раньше, и однозначно считаю, что это не то, что не нужно, это просто бомба под наше общество закладывается. Повторяю еще раз, я... То есть вы говорите в целом о языковой политике? Да, я считаю, повторяю еще раз, то есть на сегодняшний день у нас наблюдается крах реформ в Украине, то есть экономические, социальные реформы не осуществляются, особенно это касается бизнеса. И вместо того, чтобы сохранить доверие электората, ряд политических партий используют языковую тему, учитывая, что она весьма болезненна для групп, различных групп, с тем, чтобы создать себе платформу для поддержки общественности. Тема языковая появляется только потому, что мы наблюдаем полностью крах существующих реформ, необходимых реформ в стране. Вот это вот моя четкая, очень осуществлена позиция. Игорь, ваше мнение. Как считаете, вот не скрывается ли за протестами против языковых законопроектов банальное желание не учить государственный язык? Ну, здесь все значительно проще и примитивнее. Я согласен с Леонидом в этом плане, и как человек, который принимает участие частенько в выборах и себя позиционирует как политтехнолога, к сожалению, вынужден констатировать, что языковая ситуация является просто той, скажем, почвой, на которой недобросовестные, я считаю, политические силы. Потому что им надо бы заниматься экономикой, как сказал Леонид, а они занимаются раздраем среди людей. И моя позиция такова, что на самом деле сегодня мы можем отрегистрировать три украинских языка на этой территории. Первый украинский язык это тот, который мы называем литературно-украинская мова, який был в зародянских часив, который мы практически утратили. Второй украинский язык, который нам насаждается, это некий галичанский суржик, который уже не является галицинским языком, потому что он попадает на эту территорию. Наверное, есть суржика-диалект. Это, понимаете, диалект на галичине, суржик здесь. Потому что он, я про это и говорю, что сюда попадая, он становится неким суржиком. То есть, его можно назвать менее обидным, мы можем назвать, что это язык, который проходит свое становление, и когда-то, наверное, он установится. Сейчас он в очень такой вот, ну скажем, неприятной форме находится. Вот как мне, как человеку, который знаком с украинским литературным языком. Игорь, я вас сегодня... Нет, нет, нет. И третий язык, у нас же зрители не говорят, какой третий? И третий язык, это русский, украинский язык, который сформировался здесь с 16 века, который не является русским языком России, точно так, как не является английский язык американский, не является британским английским языком. У нас есть звонок. И вот, да подождите вы со звонком. Давайте продолжите свою мысль, давайте все-таки... Вот надо перебить обязательно. Хорошо. Извините, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Говорите. Добрый вечер. Да. Мне можно говорить уже? Да-да-да, говорите, мы вас слышим. Вечер. Президентом было еле надо забыть слово русское и учить азбуку английскую. Я хочу сказать, что нужно запретить не русский язык и уводить украинский, а нужно запретить нашу верховную роль, не стать главным врагом, как он по решению. И вместе с этим всем ПДДом западным, что ты себя получил. Ну, спасибо за вашу... Всего доброго. Спасибо за вашу... Это не вопрос, это мнение. Извините, что я вас переперепил. Да, прогнозирую. Смысл заключается в том, что по расчетам ГЭЛОПа, правда, эти исследования производились несколько лет назад. Я думаю, что сейчас ситуация, так сказать, немножко другая, но она не принципиально другая. Значит, они тогда провели исследование, дали... Американцы же хитрые, они же не пишут, как вот вы себя идентифицируете этим, этим или этим. Мне просто дали на украинском языке, значит, анкетку, на русском языке и на английском. И каждый человек волен был заполнять. Ему не задавали вопрос, кем ты себя ощущаешь. И вот 83% опрошенного населения взяли русскую анкету. Это говорит о том, что русский язык, и подчеркиваю, это русский, украинский язык, это наш язык. Вот, потому что, когда приезжает наш человек в Москву, его сразу слышат. Говорят, о, хохол пошел. То есть, на самом-то деле, так сказать, наш язык, он такой же уникальный. И почему мы его не защищаем, почему мы на него нападаем? Более того, вот это языковое меньшинство, которое мы говорим в СМИ, обманывая людей, говорим о том, что это языковое меньшинство, а оно 83% по вопросу Гэллопа. Это американцы делают, а же не Россия. Вот, и получается, что мы что, дискриминируем? Я за развитие всех языков. Более того, мой друг, который из Одессы, одесский еврей, уехал в Германию, он смотрит на то, что здесь происходит, говорит, Игорь, это на самом деле у вас так? Или это просто по телевизору? Я говорю, ну, на самом деле, как бы, мы живем своей жизнью, особенно в Одессе. Вот, не все так печально, как это представляют средства массовой информации, официальные, киевские. Вот, все-таки люди живут своей жизнью. Он говорит, ты знаешь, вот я вот смотрю на вот это вот все, и я хочу, чтобы Украина была европейской стороной. Она станет европейской, когда она признает русский язык. Вот, когда она признает русский язык, и проблемы с украинским прекратятся. Потому что, на самом-то деле, я как украинец, я тоже хотел бы, чтобы развивался украинский язык. Я, когда работал за границей, я с каким удовольствием слушал украинские песни, украинскую культуру. У меня душа радовалась, когда я... Потому что там все другое, там все неродное. А здесь приезжаешь все равно. И тут получается, украинская культура идет агрессией против наших же украинских людей. Зачем? Я зрозумію вашу думу. Зачем разрывать людей? Тетяна, у меня питание до вас. У нас уже есть несколько законопроектов, которые вводят квоты, в том числе на радио, в том числе на телебачение. Причем достаточно такие жорсткие квоты. И спрямованы эти документы, в основном, на защиту украинской умовы. Чи нужен еще один законопроект, который, фактически, установит доминующий статус, абсолютно доминующий статус украинской умовы в суспільстве? Знаете, я вважаю, что он просто необходимый. Я вважаю, что это не сейчас нужно было делать еще 25 лет назад. Это является достаточно хорошей европейской практикой. Цивилизованные страны установили свою мову, мову нации. А можно уточнить? Я думаю, что это где? А можно уточнить? А где? Вот это было бы очень интересно. Это в достаточно многих странах. Нет, нет, вы не говорите в многих странах. Это в самых странах. Ну вот где вы, скажите? Это в Немеччине. Это в... Где в Немеччине есть такой закон? Где там такой? Я прошу, я не подготовила с собой законодавство. Я прошу прощения, что прервал, да. Так. И вважаю, что это поштовхом до национальної идентичности, до встановления национальної идентичности. В первую очередь, люди, которые вважают украинскую мову своей родной мовой, а таких людей на много% больше, еще за соцопитываниями 2001 года, не говоря про данный период, я вважаю, что таких людей уже мало стати на много больше. На фону останних подій з 2014-го року, навіть з 2013-го. Люди не вживають українську мову в побуті. И вважаю, что это достаточно связанным таким аспектом, витякающим з загального інформаційного простору. Информаційный простор – простір наповнений російською мовою. И люди, которые вважают себя украинцами, которые вважают украинскую мову своей родной, они просто губляться в загальном таком информационном просторе. А как будет права национальных меньшин, особенно в местах их компактного проживания? В данном законопроект, который подався 9-го числа, никак не изменяются права национальных меньшин, если кто-то познакомился с этим законопроектом перед тем, как прийти на студию. Там в пункте 2 ст. 1 визначается, что права национальных меньшин затверждаются тем самым законодавством, которое действует на сегодняшний день. Завершается в том же обстоятельстве. И закон Украины… Но там есть одна коварная штука. Можно я скажу штуку? А вы продолжите. Коварная штука заключается в том, что дети, которые обучались на языке национальных меньшин, значит, потом должны будут где-то учиться, да? Они приходят, допустим, в Киевский университет, иногда в Киевский, а Одесский, да? И там уже обучение идет на украинском языке, а они к этому не готовы. Значит, потом там есть докторантура, то есть когда человек начинает защищаться на кандидата наук, он защищается выключенно на украинский мове, цитаты по тексту. И, значит, уже кандидата только на украинском, а вот, значит, уже доктора можно защищать, как на украинской мове, так и на мове Европейского Союза. То есть, что мы получаем… На английской? Нет, там Европейского Союза. Ну, просто в последней версии, которая… Русский язык не входит в языки европейского? Не входит, не входит. Я же про это и говорю, что, пожалуйста, на французском, на немецком, на английском, на английском, пожалуйста, защищайтесь, только не на русском. Вот, подход. Леонид Исаакович, у нас есть звонок, потом продолжим. Хорошо. Да, пожалуйста. Тем более, Таня еще не закончила. Да, мы не дарим… Да-да-да, пожалуйста, говори. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, добрый вечер. Друзья, можно задать вопрос девушке? Татьяна, да? Так. Вот она говорит, что она не совсем подготовилась по цифрам, и по любому вопросу она говорит, я так вожаю. Она так считает, что вот должно с 2014 года больше людей говорить на украинском. Она так считает, что в Германии принят закон о едином языке. Но она забывает, что нужно было прийти на передачу с цифрами в руках, чтобы можно было апеллировать к чему-то, а не говорить на любой вопрос, я так считаю. А вот я, например, считаю, что всем нам, наверное, надо внедрить чипы в голову, чтобы мы думали так, как она считает. Иначе мы будем думать так, как мы думаем. И почему в Швейцарии три государственных языка? Почему в Канаде три государственных языка? Почему наша страна, населена даже Одесская область, у нас больше ста языков, и мы не можем пользоваться этими языками даже в быту? Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Давайте Тетяна, потом Леонид Исакович. Питание про то, почему я не взяла с собой цифры? Ну, это больше претензия, чем питание. Питание, вот те примеры, которые были наведены, Швейцария, Канада, да, где есть действительно несколько государственных языков. С этого привода, скажите, насколько для Украины эти примеры можно использовать в наших условиях? Можливо, взагалі все, я вважаю, що це не потрібно для нашої країни. Чому? Моя особиста думка, вважаю, все ж таки, що Україна має бути Україною, з єдиною державною мовою. Так, з врахуванням інтересів національних меншин, але, вибачайте, вони на те є й меншинами. Для розвитку російської мови хай прописують програми заінтересовані люди, румунської мови, багарської мови, гагаузької, хто ще захоче. Але єдина державна мова має бути українською. Леонид Силатович, тот же вопрос, в принципі, к вам. Смотрите, в Швейцарії, Канаде нету этнической нації, правильно? Не существует их собственного языка, швейцарского и канадского, правильно? Возможен ли такой пример, правомерно ли применять это к нам? Дело в том, що на самом деле ми ставимо вопрос з голови на нам, з ног на голову, скажем так. В 90-е годи подіймався вопрос серединаціональних движень, о тому, що необхідно в Україні робити двоязвичі офіційно. Офіційно цей вопрос обсуждався в Рохі, офіційно цей вопрос подіймався, і, к сожалению, мудрости не хватило. Тому що і канадці рекомендували це робити, в 90-е годи, коли виробувалися принципи. У нас, к сожалению, дуже часто не хватає мозгов. Тобто, що робиться, робиться не тому, що мозгов просто не хватає. І всі ці действи, це ж ігра по поводу національних мішинств. У нас є в країні реально два языка. Це реальність. Ми не країна Балтиї, тому що в країнах Балтиї була проєдна ситуація, це дуже чітка, коли статус русського языка був дуже інший. У нас реально був русський язык. Це була реальність. Так, ми можемо повторять, що це правда буде, що український язык преследовався, що у нього були проблеми. Це правда. Але, извините, будь ласка, реставрація українського языка, це не означає дискримінації русського. Це совершенно разные речі. І в 2013 році підіймався питання, що підіймали його історики, що необхідно заключити консенсус в Україні. Я слухав речію известного українського історика з Католичного унівництва Львова. Він сказав, що необхідний консенсус в тому, що російські граждані України признають, що Україна повинна йти в Європу, а українські граждані признають право за російськими гражданами говорити на російському. І цей консенсус, к сожалению, в країні не хватило мозгов, щоб його принять. Більшого фактора сыграло те, що російські люди не сумели создати своїх політичних движень. Тобто на сьогоднішній день в країні є тільки українські політичні, а не російські. І в силу цього російські політичні політичні не играють більшої ролі на виборах. І російські не важливі для українських, тому що вопрос на виборах решається і краткою. Російські избирателі, які в своєму більшість ігнориють вибори чи продають свій голос, вони тем самим породили цей фактор, коли політичні роль російського избирателю дуже невелика. Я пам'ятаю, в 2014 році, після Майдана, дискуссія про те, що необхідно проявлення партиї російських, що необхідна політика російських, що необхідна усилия в сторону російських, велась українськими політиками з Львова, наприклад. Я пам'ятаю прекрасно цю дискуссію. Але, к сожалению, не возникло російських політичних політичних движень. І на сьогоднішній день політичні сили російських избирателі не представляють. Тому в результаті оппозиційний блок – це не політична сила. Це просто все прекрасно розпринимають його як сила, які були у власі і тепер хотів повернутися. Много, на самом деле, хто спекулировав на язычній тему. Так, я розумію, на сьогоднішній день не существует, к сожалению, реальних політичних партий, объединяющих избиратель. Ізбиратель пассивен. В результате происходит дискриминація російського избирателя. Результат буде страшний, на самом деле. Те, хто кажуть, що це буде продвиження українського языка, це просто невежественні люди. Щас я закінчу. Ситуация, коли одна культура подавляє другу, щоб розвиватися, кончається всегда одним, вимирають обе культури. Т.е. у нас на сьогоднішній день падение культурного уровня чудовищное. І цей фактор, коли деятели культури лоббирують закон, надеясь, що вони получат роботу, але нічого вони не получат. Нічого від цього не змінюється в їх статусі. І коли я це вижу, це настільки мерзка ситуація, тому що попытка использовать власть для того, щоб розвивати культуру, силу, це чистосоветська система. Чисто, стопроцентно, советська система. Советська, фашистська, це неважно. Любі диктаторські режими ісходять именно із цього. Всегда. Вони завжди культуру продавляють, заставляють її действувати. В результате умирає культура, собственно говоря. Я приведу последний пример. Для мене дуже показателемо. На всім фоні цих бесконечних разговорів о необхідності развития української культури. Безконечних фонів. Реально на сьогоднішній день ми працювалися робити серію передач, посвящённых расстрелянному поколению. Ви понимаєте? Це ведь тема сумасшедшо важна для української культури сейчас. І ніхто не хоче об цьому говорити. Тому що складна тема, тому що треба думати, тому що треба работать. Ніхто не хоче цього робити. На самом деле, те, хто говорять о розвиті української культури, абсолютно невежественні самой цієї культури. Абсолютно невежественні. І вот ця ситуація, она совершенно страшна. Тому що тут побеждує не українська культура, не український язык, а воїнствующее невежество. Ну я би не всіх под одну гребінку. Я готовий. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый день. Добрый. Я хотів би додати вопрос у руханалісту, який зараз вступав. Насчёт політичних партий русскоязычних, насчёт оппозиційного блока. У нас політичні партии принято некоторые запрещати, які були русскоязычними. Зачем создавати нове? Вопрос такой. Неужели все считають, что создавая законы языковые, кто-то начнёт думать по-українски? Уже це поможет? Спасибо. Я думаю, это вопрос ко всему. Я могу ответить сразу. Дело в том, что люди не понимают, ведь мы говорим не о внешности, а реальной. Реальность заключается в чём? Киевские политики хотят выбить русскоязычного избирателя с выборов. То есть они сейчас доводят его до состояния либо бешенства, либо инфантильности, понимая, что он не пойдёт на выборы. И тем самым ставка делается на украиноязычного избирателя. То есть на самом деле никого не интересует из тех, кто это предлагает, реальный статус украинского языка и литературы. Вы видели, что те, кто предлагает, это реально двигает украинский язык и литературу? Я не видел никогда из них ничего, чтобы они пытались сделать. То есть здесь ситуация заключается в одном. Перед нами ситуация, это чисто политический ход, не имеющий под собой никакого культурного значения. Игорь, ваше мнение? У меня несколько иной взгляд, но о том же. В принципе, по большому счёту, если взглянуть в историю, то одна нация, один язык, один фюрер. Это предложение нацистской Германии. Сегодняшние, так сказать, европейцы думают по-другому. И европейская хартия о языках, которую, кстати, подписала Украина, и чудовищно её нарушает, это, кстати, из той же оперы. Что касается, почему произошла вот такая вот ситуация вот этой вот хамской украинизации, если её так можно обозвать. Значит, у нас есть русскоязычная элита, которая раздеребанила эту страну, начиная с 91-го года. Видя, она создала режим, который вот с 91-го года вот он создался. У них там как бы вот рух, вот эти вот наши, значит, учёные украиноязычные, вот эти вот интеллектуалы, которые пришли из вот этого диссидентства, они у них были, как бы так сказать, некой ширмой, которой они прикрывались поначалу. Тот же Черновол, он потом разобрался с этой ситуацией, и как бы очень много начал говорить лишнего уже под конец для них, естественно. Значит, и вот эта элита, которая сидела на финансовых потоках и на деребане нашего вот этого советского наследства, которое осталось, это ещё не добитая промышленность, мощная энергетика. В 91-м году мы соперничали с Францией по экономическому потенциалу, и Украина этим гордилась, но за 25 лет прекрасно всё это утилизовала. Так вот, на первых порах был создан некий режим, который, значит, только формально назывался украинским, который только формально повесил вот этот вот жёвто-блокитный флаг и, так сказать, и обозначил своим гербом трезубец. На самом деле руководили русскоязычные вот эти вот наследники вот этой партноменклатуры, которая поделила народное богатство, присвоивала его себе. Но возникла некая проблема. Режим был русскоязычный, говорили на одном языке с Россией. Значит, ездя туда, общаясь со своими, так сказать, коллегами в Москве, они вдруг в какой-то момент призадумались, что капитала-то там больше и мощь больше, и надо становиться не Россией. И чем мы быстрее станем не Россией, тем мы быстрее как бы отгородимся от российских капиталов и, собственно говоря, обеспечим своё существование и своих детей в этой стране, чтобы они прекрасно эксплуатировали этот несчастный украинский народ. Вот что было на самом деле. И устраивали это русскоязычные элитарии, назовём их так. И использовали этот язык постоянно как колбаску на этих выборах. Они его то достанут перед электоратом, то спрячут, то достанут. И делали это, да, делали регионалы. Мы прекрасно помним, как это всё происходило. Но среди тех же сил были люди, которые приняли закон Кивалова-Колесниченко, который хоть как-то стабилизировал страну в языковом плане. И вы помните, что после революции достоинства в 2014 году было принято, так сказать, я считаю, под военным сапогом решение о том, чтобы отменить этот закон. Но исполняющий президентов Турчинов тогда не подписал этот закон, понимая, что он вольёт масло в огонь. То есть ситуация просто выйдет в стране из-под контроля. То есть на самом деле я просто это обрисовал с другой стороны. Но тоже о чём говорил Леонид. То есть всё, что происходит, это не делают люди, которые озабочены судьбой украинской культуры или украинского языка. Это политтехнологи, это представители элиты, это те, кто хотят грабить эту страну дальше. И они занимаются этими провокациями дальше. Я попрошу режиссёра студии не давать больше звонков. Тетяна, вы согласны, что это исключительно провокациями, исключительно спекуляции на мовной теме? Я вважаю спекуляции на мовной теме. Это то же самое, например, Російськомовную партию. У нас в стране может налагодиться всё лишь тогда, когда люди не за мову начнут голосовать, а выбирать разумного справедливого политика, который будет зацикавлен в развитии государства, а не люди придут голосовать, потому что он русскомовный. У нас так было уже все годы независимости. Кто куда хочет, там таможенный союз, Евросоюз, або мова русско-украинская. Люди, смотрите просто на политиков, на то, что они делают. Почитайте программу партии, задумайтесь над тими реформами, которые предлагает этот политик. Это в первую очередь. Потому что спекуляции на мовном фоне – это действительно очень серьезная. И я согласна на 100%, что это разделяет страну. Но все-таки мова в Украине має быть одна. Но вертаясь до того законопроекта, про который мы говорили на початку эфиру, доминующий статус украинской мовы. Но в Конституции записано совсем другое. Я сейчас не скажу, как нужно будет, но с принятием этого законопроекта, если он станет законом, мы уже маем прецедент, когда закон суперечит основному закону в Украине, нашей Конституции. Я не знаю, что там может писаться такое в Конституции. Я имею в виду статей, которая предупреждает свободное использование других мов поруч с украинской, в том числе напрямую записано российскую мову. В Конституции вказано, что государственная мова есть украинская. В Конституции предупреждено защит прав национальных меньшинств, так же в мовном поле в Украине. Законом, точнее законопроектом, который был принесен, не забороняется вживание российской мовы в побыте. Я буду сказать, что в российской мове была дискуссия не за мови национальных меньшинств, по сути, за российскую. Там не предупреждается абсолютно заборона. Абсолютно ее. Даже в учебных закладах, там достаточно большой перелик выключений, в которых позволяется, даже в садовом заседании, проводить, например, заседания российской мовы или специальные лекции. Я думаю, что Татьяна говорит о том, что доказывает, что это не запрещает русский язык. Вообще это очень интересно. Сама необходимость доказательства того, что закон не запрещает русский язык, это очень показательно. Я хочу объяснить Татьяне одну вещь. Дело в том, что когда я говорю о русскоязычных партиях, то что это означает? Дело в том, что в антропологии существует совершенно четкое понятие, что люди, говорящие на языке, они обладают определенной культурной особенностью. Русскоязычные люди, которые являются, вот я, допустим, человек русской культуры, то у меня есть определенное восприятие культуры, определенные основы, которые я отстаю, определенные основы литературные, культурные. То же самое украинское. То есть я не могу по-настоящему воспринять украинскую литературу. Я слушаю, для меня сюжеты Корбаса, пьес Корбаса, поэзия хорошая, но все равно я не так воспринимаю ее. Поэтому, естественно, всегда существует разница культурная. Поэтому наличие секторальных партий – это обычная вещь в странах. Когда мы говорим о Бельгии, то там действительно есть секторальные партии. Потому что люди, говорящие на французском, на бельгийском или на фламандском, они это совершенно по-разному устроены. Степень богатства у людей разная. У них иная культура, у них иной язык. Эти люди являются в антропологическом плане разными. И наличие партий, которая поддерживает данную позицию – это не спекулирование на языке, это нормальная политическая практика мировая. Это секторальные партии. Но вопрос заключается в том, что так они являются политически гражданами одной страны, то их права, их политические права, гарантия их политических прав, существуют на политическом уровне партиями, которые представляют секторальные партии. Это не означает, что не должно быть общенациональных партий. Есть секторальные партии, есть партии общенациональные. Все зависит от политической повестки. Поэтому, повторяю сейчас, это не спекуляция на языке, когда я говорю о русскоязычных политических партиях. Это нормальная практика, кстати говоря, европейская. Вы хотите сказать, что с принятием этого законопроекта, что, я очень надеюсь, все-таки станет, что исчезнет российская литература? Да, конечно. Дело в том, что, понимаете, культура существует. Это вообще настолько слабое явление. Когда я иду по нашему городу, я бы, честно говоря, занялся тем, чтобы у нас мат сейчас звучит на каждом углу. То есть, ситуация, когда культура из Одессы ушла. У нас проблема сумасшедшая. Общий уровень культуры, общий уровень людей. И в этой ситуации мы говорим о борьбе, фактической борьбе с русским языком. В результате мы получим не просто служик. В результате мы получим полную, тотальную безграмотность, на самом деле. А вы помечали, что маты звучат только российскую мову? Ничего подобного. А почему вы выдаёте украинскую мову и маты? Вы знаете, я в своё время работал конструктором и сдавал станок в Вильнюсе. Так вот, вильнюсские наладчики, которые его делали, они говорили между собой на литовском, но при этом матерились на русском. К сожалению, да, мат на русском. А какая разница? Это уровень говорит о городе культуры. Тут филологическая штука, на самом деле. Товарищ Грушевский когда-то сидел и выводил какое количество в украинском языке заимствований. И вот он там насчитал около 300 тюркских слов. Так вот, то, что мы называем русским матом, это на самом деле тюркские слова, обозначающие определённые органы. Поэтому к России, собственно говоря, это не имеет никого. Поскільки в российский мове слив занимательское взятое? Нет, но это и тимология. Я слышал, что это русский. Давайте немножко подводить итоги. У нас заканчивается время. Я попрошу режиссёра студии сказать нам результаты. Я напомню, мы спрашивали наших зрителей, нужны ли новые языковые законы. 77 процентов говорит нет и 23 процента говорит да. Ну, я обычно не высказываю своё мнение, но вот позволю себе немножко субъективизма. Всё-таки 23 процента в русскоязычном регионе говорит о том, что квоты, это не регион, скажем так, наша зрительская аудитория, но это всё-таки определённый срез по Одессе. 23 процента говорит о том, что спрос на украиноязычный контент есть, в том числе и на телевидении, в газетах и в целом на украинский язык. Давайте прокомментируем буквально по 30 секунд результаты нашего вопроса. Я не знаю, о чём говорит эти цифры. Дело в том, что, понимаете, есть люди, которые считают, что идеи Майдана можно продвигать только используя украинский язык. Я категорически с этим не согласен. Но есть эта тенденция достаточно сильна, кстати говоря. Вопрос заключается в том, что мы давно не проводили подробных опросов, мы давно не проводили выяснения, какая реальная ситуация в стране. И то, что, кстати говоря, законы принимаются без малейшего анализа ситуации в стране, это очень о многом говорит об уровне власти. Они даже не анализируют, соответствует ли это Конституции. Да, но я даже про это не говорил уже. Но даже просто анализ. Мы не знаем, что на самом деле думают люди. Поэтому я берусь оценивать. Я понимаю прекрасно, что данный закон, он вызывает очень большую, это большая бомба для внутреннего состояния страны. Вопрос в том, насколько... А в дальнейшем уже как бы это отдельный момент. Да, Игорь. Ну, я бы хотел обратить внимание на то, что наш украинский язык – это наша культурная надбанья. Вот. И мы должны его защищать. И это русский язык, не русский язык страны-агрессора, как нам пытаются кто-то там впендюлить через средства массовой информации. Это наш русский язык, который здесь сформировался с 16 века. И я считаю, что если наша Конституция не может защитить наш язык, то, я не знаю, пусть ЮНЕСКО его защищает. Ну, хотя тоже мало вероятностей. Танюш. Дякую. Ну, враховывая публику вашего телеканала, я считаю, что 23% – это достаточно хороший показатель. Ну, по сути, я задумала... У нас разные люди смотрятся. Я понимаю, что разные были бы, не разные, было бы 100%. Но в целом, в целом, я доволен. Я думаю, что где-то так по региону, в принципе, больше-менее это объективнее. Ну, я так уже... Не могу сказать, это... Ну, естественно, нужно проводить опитывания. Да, я благодарю за интересную дискуссию. Спасибо, что пришли к нам в студию, что нашли время. Спасибо. Спасибо вам. Дякую вам. Я напомню, что это был прямой эфир на телеканале «Репортер». Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь с нами, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...